Ну а в области Абай с 7 утра открыли свои двери для голосования 474 участка. Право голоса в регионе имеют более 407 тысяч жителей. И о первых проголосовавших в семье нам готова рассказать Асем Утешева. Она с нами на прямой связи. Асем, доброе утро. Расскажите, на каком участке вы сейчас находитесь? Какая там у вас обстановка? Доброе утро, Лаура. Мы находимся в здании городского дома культуры. Номер участка 84. Согласно списку, здесь зарегистрированы 1484 граждан. Все они могут проголосовать до 8 часов вечера. Ну а первым проголосовавшими, которые пришли на участок за полчаса до открытия, комиссия референдума вручила подарки. С 7 утра жители проявляют активность, спешат выразить свою гражданскую позицию. В целом, обстановка на участке довольно благоприятная. Свой голос на референдуме уже отдал известный в городе ведущий директор клуба «Жай-Дарман» по городу Семей Еркеблан Енкибаев. Давайте его послушаем. Я, как гражданин Казахстана, пришел на голосование для своего будущего, будущего своих детей, нарастающие поколения, потому что голосование – это наиболее важный вопрос для нашей семьи, для нашей страны, потому что мы живем в этой стране. Пришел с утра, прям встретили как на той и бабушки, щащу, баурсаки. Можно сказать, что это казахский большой той. Отмечу, за проведением референдума в области Абай правонаблюдения получили 7 общественных объединений. Они также будут отслеживать соблюдение прав граждан во время голосования. Всего в регионе работают 484 комиссии референдума, среди которых одна областная, 12 территориальных и 474 участковых. В них работают больше 3000 членов комиссии. Хотелось бы также отметить, что сегодня для хорошего настроения горожан местные исполнительные органы подготовили культурно-массовые мероприятия. Это праздничные концерты с участием артистов, конкурсы рисунков, спортивные состязания «Тартлфест» и осеннюю сельскохозяйственную ярмарку. Лаура, у меня на этом пока все. Вам слово. Благодарю. Хасим Утешева, напомню, сейчас находится в области Абай на участках для голосования.